Итак, с вами снова я, Игорь Бабушкин, и это «Голос из Нью-Йорка». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о событиях, которые произошли в Германии несколько месяцев назад, но нашли отражение только сегодня. Мы говорим о заказном убийстве в центре Берлина и о расследовании этого убийства, и о шагах, которые предприняло немецкое правительство в отношении правительства Российской Федерации, сегодня путем высылки двух дипломатов. Итак, поехали! 23 августа в Берлинском парке был застрелен Хангашвили, являвшийся полевым командиром во время Чеченской войны. Откуда пришла рука убийцы, сегодня можно только гадать, но немецкие власти установили точно, что убийца пришел из России и связан с государственными структурами. Чем это объясняется? Первое. Паспорт, выданный на имя Вадима Смирнова, оказался не просто фальшивым. Этого паспорт не существует в паспортной системе России. То есть человек с ним не мог пройти таможенный контроль при выезде из страны. Его паспорт просто бы не высветился на компьютере таможенника. Это значит, что проходил он таможенный контроль мимо, а штамп о выезде ему поставили где-то там в кулуарах КГБ. На самом деле оказался Вадим Красиков, 65-го года рождения. И этот человек уже разыскивался за похожее убийство в Москве. Его данные были переданы в свое время в Интерпол, и это помогло определить его настоящую личность. Так вот, с самого начала, после его ареста, немецкие следователи направили через посольство Российской Федерации в Герлине запрос с отпечатками пальцев, с фотографией, со всеми данными на этого якобы Смирнова в адрес Российского правительства. Ответа не последовало. Его не последовало и до сих пор. Найдено было настоящее имя убийцы и послан запрос через российское посольство. В ответ была только тишина. И это никак не вяжется с той ситуацией, которую обычно российский МИД развивает по случаю ареста российских граждан. Мы говорим, например, про арест Бута, который арестован и осужден в США, как торгует с оружием. Арест Малашенко, который арестован и осужден в США на 20 лет за контрабану наркотиков. Вокруг этих людей крутится весь МИД, вокруг них крутятся огромные деньги, тратятся неимоверные суммы на адвокатов внутри США, которые должны постараться вытащить этих преступников из американских тюрем. А в данном случае в Германии тишина такой, никого не интересует неведомый убийца, имя которого выявлено и данные вместе с отпечатками пальцев, как я уже сказал, представлены российскому правительству. Тишина. На основании этого дело передано уже в федеральные органы расследования Германии, которые занимаются обычно теми делами, где связаны иностранные государства. Российскому послу предъявлена нота, в которой указаны два дипломата, которые подлежат высылке, как иностранные шпионы. Им дана неделя на сборы и чемодан в вокзал России. Что в ответ на это сообщает российское правительство? Депутат Государственной Думы по отношениям господин Слуцкий заявил, что это русофобия. Интересная русофобия. Негражданскоязычный гражданин с поддельными документами, выданными в России, убивает гражданина, проживающего в Германии, и это называется русофобией. Господин Песков, естественно, заявляет от имени президента России, что они ни сном, ни духом ничего про это не знают. Ну, естественно, покажите мне хоть одного КГБшника, который бы сказал, что он в чем-то виноват. Единственное умение вызывает действия Германии, которое, высылая дипломатов, не обратилось в соседние страны с предложением сделать то же самое, как это было после операции в Солсбери. Тогда более ста дипломатов было выслано из разных стран с российскими паспортами, выданными главным разведуправлением. Также сегодня, видимо, Германия определила и этих двух работников, так называемых дипломатов, которые, скорее всего, были определены именно по тем данным, которые во время операции в Солсбери просочились на запад. И паспорта их, скорее всего, имеют те же самые серии, которые имели Баширов и Петров, совершившие теракт, убийство в Англии. Каждая, господин Меркель поддержала обращение о высылке двух дипломатов, но в то же время заявила, что вряд ли это отразится на встрече в минском формате, которая должна произойти через неделю в Германии. Единственное, что господин, скорее всего, встретит не цветами и флагами на улицах Берлина, а, видимо, транспарантами, которые сегодня вовсю вывешиваются вокруг российского посольства в Берлине. Что ж, поживем-увидим, к чему поведет этот международный скандал. Германия, напомню, практически единственный союзник России в Европе. И сейчас, в рамках переговоров по Северному потоку, такой скандал России явно не нужен. Сколько сумеет Германия противостоять напору Соединенных Штатов, которые вводят санкции против строительства Северного потока-2, посмотрим, насколько Меркель завязана в этом деле. Если вас интересуют последние новости политического характера, а также юмор и все остальное, пожалуйста, посетите наш сайт www.nashdom.us, который вы видите на экране. А также вы можете подписаться на ежедневную рассылку новостей с нашего сайта. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал в YouTube, чтобы активно объективное мнение голоса из Нью-Йорка. С вами был Игорь Бабушкин. Спасибо за внимание. Продолжение следует...